Всем огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Готовлю невероятно вкусную куриную печень. Но хочу сказать сразу, что по этому рецепту можно приготовить печень любую. И свиную, и говяжью, и печень индейки. В общем, выбирайте ту, которая у вас есть в наличии. У меня здесь 500 грамм куриной печени. Я ее хорошо помыла и разрезала, удалила все прожилочки. И разрезала на такие кусочки поменьше. Слишком мельчить не надо. Вот такие небольшие кусочки, примерно пополам, достаточно. Далее я беру лук и нарезаю его тонкими четверть кольцами. В сковородку отправляю небольшое количество растительного масла. Много масла лить не нужно, чтобы не было слишком жирно. Жирное нам не надо. И отправляю сюда лук обжариваться. Пока обжаривается лук, морковку тру на крупной терке. Добавляю морковь к луку и обжариваю все вместе до мягкости моркови. Через пару минут добавляю к овощам печень. Постарайтесь это сделать так, чтобы лишняя вода не попала. Можно также промокнуть, в принципе, выложить вначале печень на бумажное полотенчико. И обжариваю кусочки печени вместе с овощами. Вот так буду помешивать. Крышкой ни в коем случае не закрываем. Буквально минут 10, пока печень не схватится. Практически в конце приготовления я печень солю. Солите по вкусу. Я люблю чувствовать вкус самой печени, поэтому солю немножко. Добавляю ароматную смесь перцев. Также приправы специи тоже кладите по своему вкусу. И свежий чеснок. Все хорошо перемешиваю. И дам печени немного остыть, чтобы дальше с ней работать. Пока печень чуть остывает, приготовим заливку. Для заливки я беру одно яйцо, пару столовых ложек сметаны. Все хорошо перемешиваю. И грамм 30 тертого сыра. Сметану в этом случае можно заменить греческим йогуртом. Все хорошо перемешиваю. Начинка готова. Начинку также по вкусу можно посолить и добавить черный молотый перец. Далее я беру один такой большой лаваш. Разрезаю его пополам. На середину лаваша выкладываю печень. И аккуратненько сворачиваю конвертиком. Помещаю конвертик с печенью вот сюда вот в жаропрочную форму. Я ее немного совсем смазала маслом. Со вторым делаю то же самое. Выкладываю оставшуюся печень. Постарайтесь это сделать вот так вот в один слой, как бы квадратиком. И выкладываю форму сверху. Распределяю заливку. Постарайтесь заливку распределить равномерно. И отправляю вот эту красоту в духовку минут на 30. Ну и вот такая красота получилась. Сейчас я обязательно разрежу и покажу вам, что в серединке. Аромат просто превосходный. Для любителей печенки и вот что-нибудь такого и этакого из лаваша. А, да, я думаю, вы порадуетесь этому рецепту. Это очень вкусно. Угостите своих гостей. Я как-то тоже так вот попробовала. Это просто необыкновенно. Во-первых, не могла понять, что это, в чем это. Все, выкладываю, разрезаю и вам показываю. Хочу еще, чтобы вы посмотрели, что никакой жидкости здесь нет. Вот такая красота получается. Я сейчас разрезаю. Сейчас я прям вот так вот пополам. Аромат просто волшебный. И вот так вот выглядит в серединке. Вот такая вкуснятина. Тонкий лаваш. Много начинки. Для любителей печени. Я думаю, вам понравится. Пробуйте, готовьте. Подписывайтесь на канал. Простые доступные рецепты выходят каждый день. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...